Локдаун закончился, снег усиливается и культурно-спортивная жизнь в Славутиче постепенно оживает. В течение трех дней в Славутиче в Олимпийце будет проходить открытый чемпионат Славутича по футболу с оде юноши 2010-2011 годов рождения. Команда из Киева, Чернигова, Житомира, Славутича и Сновска в предварительном турнире разбиты на три подгруппы и проведут матчи друг с другом. А уже 31 января состоятся стыковочные игры, в которых и определится победитель турнира. В первом матче турнира встретились команда из Славутича и футбольный клуб Аволонь, город Киев. Безусловно, нашим футболистам было тяжеловато. Предыдущая игра в футбольном турнире, в котором они принимали участие, состоялась около девяти месяцев назад, зимой 2020 года. А после этого только тренировки. Не скажем, что футболисты из Киева были на голову сильнее, но приспособились ребята быстро и где-то на третьей минуте Славутичане пропустили гол. У нашей команды было тоже несколько отличных моментов, но, увы, использовать они их не смогли. Не хватило удачи, чуть-чуть везения. И, мало того, наш вратарь еще раза три точно нас выручил. В итоге Славутичане проиграли первый матч 0-1. Конечно, трудно предсказать, как закончится турнир. Будем надеяться, что первый соперник у Славутичан был поопытнее, а в дальнейшем Славутичская команда найдет свою игру. И об итогах трехдневного турнира смотрите репортаж уже на следующей неделе. Кстати, в следующие выходные снова пройдет футбольный турник, но, увы, без зрителей. Практически сразу после окончания локдауна активизировались и участники проекта Славутич Мала Культур на столице Украины. На этой неделе один из кураторов проекта Виктор Гриза вместе с отделом культуры встретились с активными Славутичанами. А уже на следующей неделе, 4 февраля, в Украинском национальном информационном агентстве «Укринформ» состоится онлайн-презентация пакетов инициатив городов, которые стали победителями грантовой программы Украинского культурного фонда культурной столицы Украины Малиуполя ТА Славутича. В презентации примут участие Александр Каченко, министр культуры ТА информационной политики Украины, Вадим Войченко, мисский голова Малиуполя, Юрий Фомичев, мисский голова Славутича. Подробно об этой всеукраинской презентации мы расскажем на следующей неделе.